Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как можно защитить плодовое дерево от муравьев, которые часто залазят на дерево и, соответственно, разносят личинки тли. Видимо, здесь тоже тля маленькая. Тлю разносят. Есть много способов, но один из них я покажу сейчас. Сейчас берем обыкновенную ленту для ловли мух, липучка так называется. Она здесь написана липкая лента, 100 см, это один метр. И обвожу вокруг ствола яблони или другого плодового деревья. В данном случае у меня это яблони. Вокруг этой яблони я объем ленты так где-то около пяти раз. В конце закрепил обыкновенной изолентой. Вот так закрепил изолентой и все. Как наблюдаем, уже первая насекомая какая-то попала здесь, а здесь и муравей прилип уже. Так эта лента будет препятствовать доступ муравьям и другим ползучим насекомым лезть по стволу данного плодового деревья. Вот так кратко может каждый защитить свое плодовое дерево от этих муравьев. Но лента, конечно, она долго не прослужит на солнце. Она где-то, наверное, через 10 дней просто высохнет. Потом можно повторить эту процедуру. Вот наблюдаем, муравей хочет залезть, но он чувствует, видимо, препятствие, что он прилипнет. Вот видим, как он лезет. Доходит туда и назад уходит. Не может никак пройти. Видимо, там какой-то запах выдается или что-что. Он не может туда поступить. Так что доступ муравьям сюда уже закрыт. Как мы видим, дерево чисто. А то всегда они здесь себе дорожку накладывали и ползали везде по стволу деревьев и разночили личинки. Ну, соответственно, это не нужно. Вот видим, два муравья вот собрались, и они хотят туда подняться наверх. Вот один ползет вниз. Ну, он тоже хитрый. Он почувствовал это, и ему надо сползти, он прямо падает вниз. До ленты не дошел, и прямо падает. А который не успел это предпринять, то он прилепился на эту липкую ленту. Ну, вот и все. Вот таким способом или другим можно защитить плодовое дерево от муравьев. Надеюсь, это видео будет полезным для тех, кто не знает, как защитить фруктовые деревья от муравьев. Всем желаю удачи, богатых урожаев, всего доброго, до свидания.